Сегодня у нас тоже братья есть в гости. Это брат из Северного Кавказа, Краснодарский край. Заключительное слово брат Петр будет говорить. Потом у нас есть брат Алексей с Украины. А вот он руку поднял, невысокого роста. Вы его потом увидите, познакомились с ним. Он будет перед ним говорить. Потом у нас есть брат Хосе из Мексики. Он вас к молитве всех, по-мексикански призовет. Я думаю, вы его поймете. Призовет вас к молитве. Ну и сегодня у нас такое собрание. Как раз было запланировало. Так вроде не ожидалось, что гости будут. Брат Костя планировали, мексиканцы наши ездили. Ну мы так спланировали, что вроде так впишемся. Может быть чуть-чуть задержимся. Ну я думаю, вы не прогневаетесь за это. Начнем с молитвы. Попросим благословения у нашего Бога. Поклонимся Ему. Пожалуйста. Береги и чудны дела Твои. Господи, Господи, Боже, следят жмите. Праведные и истинные пути Твои. Поклонимся 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 Твои. во Всевселенной. Это мы склоняем самый вечный Бог, Царь Святый. Кто не уборится, не прославит Тебя, ибо Ты едешь. Все народы поклонятся Тебе, ибо Ты едешь. Свят, Свят, Свят. Ты едешь. Свят, 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 Ты едешь. Свят, 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 Ты едешь. Свят, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Голос твой слышать, мимо святым Твоим словам. Мы так хотим голос твой слышать, мимо святым Твоим словам. И в молитве слава смерть тобой, Дожились нас повтори. Душа, чистое сердце, затвори во мне навсегда. В мире, в греховном мире, Закрани меня от греха. В мире, в греховном мире, Закрани меня от греха. Благослови нас, благослови нас, благослови нас. Благослови нас, благослови нас. Благослови нас, благослови нас. И Слово Господне, оно говорит нам, что милость нашего Господа, она обновляется каждое утро. И имея этот новый шанс, этот новый день, чтобы прославлять имя нашего Господа, мы должны приходить к Нему с открытым сердцем, чтобы получать и понимать то слово, которое Он будет нам давать. Но также мы должны приходить в Дом Божий для того, чтобы прославить Его и принести свою жертву Ему. Я хотел бы сегодня с вами поделиться одним стихом из Слово Божия, которое находится к первому фихелоникийцам, пятой главе и двадцать третьим стихом. И Слово Божия мы его будем читать перед нашим Отцом, Сыном и Духом Святым. И Слово Божия, и Господь, и Господь, и Господь, и Господь, и blog, и Слово Бог, и Господь, и Божия, и тело, и всяЧёрность. для сохраняться без порока пришествии Господа нашего Иисуса Христа чтобы Господь Он сегодня освятил вас все ваше существо не только ваше тело но и вашу душу но в этом письме к Фессалоникийцам апостол Павел он говорит чтобы мы не угощали Духа чтобы мы прислушивались пророчества чтобы мы изучали все что мы получаем и чтобы мы держались от добра и чтобы мы отделялись от зла знаете что дело Духа Святого в нашей жизни это очень важное когда мы ходим по этой земле не имея Иисуса Христа в нас мы только можем вернуться к Иисусу Христу и его на пути через его Дух Святой который приводит нас к нему и не запомнился слушая это голос который они имеют внутри себя они это и мы называем это нашей совестью но когда мы но когда мы находимся но когда мы находимся в Иисусе Христе мы его познаваем мы знаем что это Дух Святой который призывает нас к Нему и зовет к Нему но почему говорит апостол Павел чтобы мы не угощали Духа потому что иногда нашим непослушанием мы делаем так чтобы Дух Святой Он отходил от нас и когда мы отделяемся от Иисуса Христа мы начинаем делать такие вещи которые не прославляют имя Его и поэтому апостол Павел говорит чтобы мы не угощали Духа не угощай Духа один раз я услышал свидетельство одной женщины которая говорила что она не могла выйти из своего дома даже не делая один шаг перед тем как бы прочитать что-то из Слова Божия если бы она даже начинала какую-то делать работу или уборку по доме она все время перед этим открывала Библию и она не могла ничего делать не открывая Библию это как бы привело к такому состоянию как бы она чувствовала что она какой-то в тюрьме находится и она когда даже выходя хотела пойти в магазин она открывала все время Библию и спрашивала какой мне магазин ты сюда или сюда она как бы поставила это себе в этой жизни и все время к этому приходила она не доверяла как бы общение с Господом потому что она не ходила доверяя Господу она все время буду я делать правильно мне это делать или мне это делать она не доверяла тому что она верила она даже боялась начать что-то делать даже вот уборку в доме ей нужно было спрашивать Господь должна я это делать или нет и вот такими вот разными образами приходит дьявол в нашу жизнь чтобы отводить нас от благодати Господней чтобы мы не доверяли ему и подумайте на секунду если бы вы сегодня утром встали бы и приходили к Библии и спрашивать в какую сторону мне зачесать сегодня волос налево или направо это вот так вот в мире есть люди которые идут на другой экстрим и есть такая песня по испанки что говорит так что вам нужно причесать как бы свое сердце что тебе нужно измениться изнутри чтобы расчесать нужно сердце чтобы приготовить его и поэтому сегодня этим утром братья и сестры я приглашаю вас чтобы вы сердцем доверились к Господу так как говорит Слово Господне чтобы мы подходили к трону Господнем в полной доверенности Ему потому что эта занавеса которая разделяла нас от Господа она сегодня разорватая и чтобы мы полностью с доверием приходили прославлять имя нашего Господа мы получаем мир в наших сердцах и когда мы видим сегодня с этого места мы должны выходить с благословением Божьим для того чтобы нести эту радость и это благословение и спасение тем душам которые находятся там и сегодня этот день Господь Он приготовил для тебя и сегодня твой день благословения и говорит Иисус приходите ко мне и будем делать расчет с тобою и сегодня день нашей радости и нашего спасения и будем молиться братья и сестры Аллилуйя господь Продолжение следует... 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 чтобы мы были наполнены Твоим присутствием чтобы мы не угощали Духа Твоего но чтобы мы несли Твое благословение тем людям, которые нуждаются в Нем в Твоем прекрасном имени, Иисус Христов благослови Господь это собрание чтобы Твое присутствие наполнило нас в этого момента и навсегда во имя Иисуса Христа Амин Глория Диос Два сообщения есть одно хорошее, другое не очень у нас сегодня большое количество желающих поучаствовать много гостей и второе не очень к большому сожалению не могут все поучаствовать нет возможности такой поэтому very welcome вечером кто не поучаствует утром у нас будут участвовать в основном гости сегодня в начале Геннадий Никутев споет потому что он уезжает и поэтому он споет потом презентация поездка в Мексику вторая проповедь и после второй проповеди будут гости мир вам братья и сестры знаете вот мне такая мысль пришла что мы если хотим жить на этой земле и никуда не хотим дальше мы остаемся но если мы хотим переселения нам как посольство надо пройти собеседование чтобы получить такую хорошую визу и это собеседование оно прошло и Христос записал наше имя но даты отправления мы никто не знаем как бы но он говорит иди и трудись для меня сейчас дату я назначил когда я тебя заберу мы ее не знаем никто и вот кажется недавно приехал с Северов а тут с Украины братья звонят там с тюремного брат Гена ну зэки уже просят там все такое давай говорит ну я жене говорю Верочка если Бог сейчас усмотрит ты меня благословишь она говорит ну да ну я вспоминаю это пророчество знаете у нас такой был пророк царство ему небесное пришел говорит помолился говорит Гена я тебе сейчас видение скажу я говорю какое говорит пришел ты домой постоял с сумкой и пошел в дорогу опять приехал и опять и вся твоя жизнь так будет ну я согласился на это что делать я говорю ну если Бог даст и вы знаете приходит одна семья муж с женой говорит слушай тебе наверное на билет надо и раз на билет я говорю ну вот видишь я говорю звоню говорю братья все Бог сказал уже ехать вот 22 летаю и поэтому свидетельство Иисусова есть дух пророчества и надо сегодня рассказать тем которые еще не имеют такой визы чтобы они вошли в небо вот на Луганск тоже просят я говорю ну раз Бог дал дорогу куда повезете туда поеду все сперва по западной части потом в октябре туда дальше вот а это свидетельская песня я вам пел ее но кто-то не слышал тоже просили ее спеть как Бог изменил карманников по свидетельству одной сестры которая свидетельствовала обо мне она увидела как у дедушки одного кошелек украли и она значит подошла к этим ворам и говорит отдайте кошелек деду говорит иначе вам будет проклятие они испугались говорит я была на концерте вот на одном и бывший карманник так сказал говорит что за него кто-то помолился и они вернули этому деду кошелек и вы знаете они поверь пришли на служение она их пригласила и покаялись вот я скажу братья в зонах которые сидят вам не место тут в зонах ваше свидетельство сегодня нужно для тех которые не имеют спасения и чтобы они услышали вот это слово пожалуйста я с детства рос карманником не раз сидел в тюрьме летели годы зря махая гривой но бог меня коснулся и грехи прощая мне жизнь сделал мою чистой и счастливой от воровства наркотиков меня освободил на крыльях поднимая над несчастьем и я не мог сдержаться и всем людям говорил какой христос великий и прекрасный а я ж не знал что те мои слова к другому сердцу могут прикоснуться история история как бог спасал меня спасением другому обернуться и вот однажды женщина услышала меня в свидетельство мои простые песни и дяда мой застала в переходе старика которому воры в карманы лезли и бог ее слова вдруг дивной силой наделил она им про карманника сказала как иисус как иисус такого кровью искупил и как моя жизнь светом засияла а я ж не знал что те мои слова другому сердцу могут прикоснуться история как бог спасал меня спасением другому обернуться и с удивлением выслушав карманники сочли все это фантастическим рассказом и может быть проверить на служение пошли а бог им там открыл сердца и разум и совесть друг молчавшая напомнила грехи а дух святой любовью душ коснулся и с и с и с и с и с Слова другому сердцу могут прикоснуться История, как Бог спасал меня Спасением другому обернуться Не бойтесь быть свидетелем Спасителя Христа И чудо, что Он сделал в жизни вашей Ведь если вам открылась дверь в святые небеса Давайте и другим ее покажем Чтоб люди не страдали и не гибли от грехов Им просто нужно искреннее слово А Бог сильнее действует всех песен и стихов Его рука всегда спасать готова Теперь ты знай, что все твои слова К другому сердцу могут прикоснуться История, как Бог спасал тебя Спасением другому обернуться Ведь я не знал, что те мои слова К другому сердцу могут прикоснуться История, как Бог спасал меня Спасением кому-то обернуться История, как Бог спасал меня Тебя Спасением другому обернуться В конце помолитесь, пожалуйста Хорошо Мир Божий вам, дорогая Церковь Христа Мы очень благодарны Богу за этот день воскресный Когда мы можем вновь прославить Его За то, что Он был с нами Помог нам в этой поездке Я знаю, что в этот раз Церковь по-особому молилась за нас Тут, правда, весть пришла немножко преувеличенная Но, слава Богу, что вы так хорошо молились И Бог нам помог, благословил Знаете, вот я прочитаю Христос Видя толпы народа Он сжалился над ними Что они были изнурены И рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря Тогда говорит ученикам своим Жатвы много, а делателей мало Итак, молите, Господи, на жатвы Чтобы выслал делателей на жатву свою Когда-то Иисус сказал ученикам Не вы Меня избрали, а Я вас избрал Чтобы вы шли и приносили плод И чтобы плод вас пребывал И слава Господу, что сегодня Господь нас избирает Нашу молодежь, наших детей И мы едем, трудимся И вы знаете, есть плод Слава Господу! Сейчас братья там видео подготовили Немножко покажут, а потом выйдет все Кто ездил и немножко засвидетельствует Вот это молитвенный дом, который построен За нашим автобусом Там, тут плоховато видно Но это наш котел новый Который мы уже жили, когда там трудились Мы его назвали тысячезвездничный котел Потому что над нами тысячезвездный Благодаря аппаратуре вот мы могли немножко снять И сверху вот наш автобус И справа это хотел Маленький навесик, чтобы там от солнца, от дождя Это один из домов, который особенно бросился в глаза Потому что такое вот строение И люди живут Там семья, это мексиканская И написали Игова мой пастырь Иисус, я тебя люблю Вот такие дома, вот это вот Такой поселок мы посетили первый раз Потому что он прислал нас, миссионеров С дальней страны, с Америки, с Вашингтона Чтобы мы здесь стояли Чтобы нам было жарко И чтобы проповедовать вам слово Сценки, которые молодежь делает Очень трогательные И всегда видно, что люди плачут Касается это сердце Это помогает принятию Слова Божия Когда проповедуется уже Евангелие Это наш дедушка-переводчик был 75 лет, и он с нами троится уже второй раз Пастор Иисус Хара Это его жена Они всегда вдвоем ездят Это наш драйвер С нами был тоже А сегодня будет свидетельство Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень много было народу на евангелизациях Приходило очень много Это собрание рядом с молитвенном доме Вечером Первый раз с нами был брат Юра Полиев Ему очень понравилось Мы привезли вот этот бассейн Потому что у них проблема, где крестить И в этот раз там крестили 11 человек Это вот крещаемые Конечно, у них не так нарядно получается, как у нас Но мы постарались все-таки сделать Для них чуть похоже, как у Америки И в этот раз там крестил И в этот раз там крестил И в этот раз там крестил Молодежь, можете проходить вперед сюда. Мы в этот раз очень благодарны Богу, что с нами наконец-то наш брат, гитарист Хусе, приехал в Америку. Очень долго мы пробовали, никак не получалось, мы с ним очень много трудимся, ему Бог дал такую способность петь и не уставать. Знаете, целый день почти поет там на всех служениях, и еще и голос не охрипает. Мне брат, который помог ехать на Мексику, посоветовал его, говорит, возьмите его. Он благословенный такой, начинает играть, говорит, благодать действует, люди собираются. И правда, слава Господу, что есть такие труженики. В этот раз у нас было 35 человек, в общем, полностью наша группа. Но здесь столько, конечно, сейчас нету, не все здесь. Но слава Богу, что Господь помог. Мы сейчас споем один псалом на испанском для вас, вместе с нашим любимым гитаристом. А потом молодежь посвидетельствует. Теду и Глория. Аллилуйя. Аллилуйя. ВОСТУМИ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я хотела бы немножко рассказать о церкви, которая там сейчас существует Это в какой-то степени плод, который посеяли мы и вы, то есть мы вместе это сеяли Благодаря труду и молитвам и финансам То есть это в действительности не только здание, но церковь, которая растет Очень приятно было видеть служение, которое там проходит Получилось так, что мы приехали в субботу уже поздно ночью И утром, когда группа уехала на утрешнее воскресенье на служение Остались я и Галя с Аллой остались И мы попали на служение, которое там проводилось То есть это церковь, которая живая, где в действительности Там сейчас, по-моему, около 150 человек ходят туда Приходят больше, но как членами церкви И служение мне понравилось, что даже если пастор куда-то уезжает Постоянно, то есть это ничего не загашается То есть там есть люди, которые это проводят И живые служения проходят И еще хотела акцент, вы видите фотографии Это мы посетили один кемпус, где выращивают То есть это плантация виноградная, где выращивают виноград И туда со всей Мексики приезжают люди, которые хотят подработать Платят им очень мало, 10 долларов в день Трудятся они очень сильно, то есть это на открытом солнце По 10-12 часов И когда нам сказали, что мы туда должны Ну как, мы туда попадем С одной стороны, это было очень хорошо Потому что эти люди, после того, как они уехали Они очень искренно слушали И они очень искренно приходили Многие из них вышли на покаяние То есть мы молились о каждом, чтобы Бог посеял в каждое сердце И проговорил именно то, что нужно этому человеку Потому что мы понимали, что мы там только лишь временно Но эти люди, которые поедут по всей Мексике Мы не знаем, где они живут, но они живут по всей Мексике И мы просили Бога, чтобы и им говорили Чтобы они нашли живое общение с Богом И они действительно имели эту встречу с Богом Чтобы понести в их семьи, в их дома Эту весть о Боге, которую они услышали То есть это было такая вот благословенная И когда там все мы, когда мы стояли и говорили То есть люди все вышли Я заметила, что в этих, где они жили Как в этом кемпусе Горит свет и что-то там не очень такое приметное И я пошла, чтобы посмотреть, что там Я была в шоке Люди, которые живут такой длинный, как барак И там ничего нету, кроме трехъярусных кроватей Вот они вот так вот в ряд стоят Эти трехъярусные кровати Прямо по всем стенкам Люди там живут битком набитые И чтобы как-то вот отделиться Они просто кто чем, у кого что было У кого есть ли какая-то картона Или какая-то тряпка есть Вот они огораживались И вот это их домик, это их мирок был И там они живут кто сколько Кто, допустим, по полгода То есть кто на сколько приезжает Вот в таких условиях и в таких вот эти люди жили Но мы благодарны Богу, что все-таки мы там были И Бог позволил нам им рассказать что-то, нечто большее Большее им показать Это Иисуса Христа Слава Богу, это был мой второй раз в Мексике Спасибо за все молитвы, кто молился И одно случай, которое я запомнил из Мексики Мы приехали на одно место И еще в прошлый раз мы туда ехали И было очень такое, не опасное место Но чуть страшное И мы приехали туда И потом я хожу, хожу И я почувствую, что надо туда пойти И я смотрю, там один дядя Нашей переводчик своей бабушкой Я подходил, он по-английски разговаривал И он мне показывает свои тактики знакомые Говорит, ой, я там в Оранж-Конте И думаю, надо с ним поговорить Чтоб он туда пошел, где собрание И до меня сразу пять человек подошли Такой Артур, ты что, тебя сейчас зарежет то-то Я думаю, Вера была И думаю, ничего не зарежет, все будет нормально И потом уже я его повел Тогда мы там разговаривали И стенка была уже после стенки Уже видно было, что что-то его тронуло И он подошел до своего друга И его друг был даже хуже выглядел Он вообще был в шоке И я начал с его другом разговаривать И они в конце уже подошли в молитву И один из них он так тронул Что он с нами разговаривал Наверное, 30 минут после этого И он просто всю свою жизнь рассказывал И что он наркоман И он чувствовал, что Бог его победил И это был один случай из Мексики Как я хотел поделиться Слава Богу Да, и многие У каждого из нас есть какое-то свидетельство У многих свидетельство, допустим Что мексиканцы там покаялись Или кто-то получил выселение Или что-то такое Но бывает такое, что у нас свидетельства свои То есть о себе Мы как-то получаем благословение Духовное Как бы Сами как-то получаем какую-то пищу И я желаю рассказать Один такой случай Который действительно Меня вдохновляет Еще до сегодняшнего дня По дороге Когда мы еще Только отправились в Мексику То брат Костя Обычно он проповедует Пытается Вложить вот это слово В наши уста В наши сердца Чтобы мы были Приготовлены к служению Для Господа И я помню один такой случай Когда он проповедовал О 120-м псалме Мы будем Может быть Петь этот псалом Ну И там такие слова При конце Что солнце Не поразит тебя Днем солнце Не поразит тебя Не луна ночью И знаете Я много раз читал Этот псалом И даже брат Петр Проповедовал По поводу этого Псалма Недавно И вы знаете Когда брат Костя Проповедовал этот псалом Он как-то Особенно Меня Тронул И он запал Мне в сердце Что действительно После того Как он нас наставлял Говорил нам Не бойтесь Молодежь Хотя там может быть И 100 градусов Больше 110 Это не поразит нас Ничто нас не тронет Если мы будем Веровать этому слову Доверяться Господу Если мы будем Упывать на него Если мы будем Взирать на Господа На те горы И действительно Я поверил этому слову Бог как-то дал Такую веру Такую доверчивость Господу И мы Когда только Первое служение Проводили Уже там В Мексике В той стране То такая была Сильная жара Очень сильная жара Туч не было Совсем И действительно Плохо чувствовалось Как бы неудобно И потеешь Как бы И так некрасиво Но в сердце была вера Что ничто нас не поразит Совсем Потому что Брат Костя прочитал И это есть Так и есть И даже после Этой поездки Все равно Это слово Звучит в моем сердце Я даже приехал домой Выучил этот Псалом наизусть И когда жарко Или когда холодно Или В любую погоду Мне вот этот Псалом Он звучит В моем сердце Что ничто не поразит нас Что Никакое зло Не приключится Наша Нога не потерпит Не поколеблется И действительно Слава Господу Он не только И мексиканцы Веселяет И кормит их Там духовной пищей Он также нас благословляет И слава Богу за это Слава Богу Это моя уже Пятая поездка И Я благодарю вас Что вы молились за нас И Когда мы едем туда Мы каждый раз видим Как Бог нам помогает И У нас Были Две Цанки Сначала А потом Кося попросил нас Делать другую Цанку И каждый раз Мы цанки Делаем Нам берут Две недели Их приготавливать Прежде чем Мы уедем в Мексику А в этот раз Когда мы там были Мы помолились И Там все новые были И участвовали И мы Эту цанку Выучили За Не больше 30 минут И это Благодарю Бога Слава Богу Здравствуйте Братья и сестря Спасибо за молитву Все которые Молились за нас Я хочу сказать Что Когда мы туда приехали Там Очень много Детей Которые я занималась И они Очень все Радостные были И Очень классно было Еще там Было Очень Днем Очень было Жарко 116 Один раз Было Ночью Начала молния идти Дождь Все мексиканцы Попрятались Там в домах А мы все Вышли Там прыгали В дожде Очень интересно было И еще Я хочу сказать Что В этот раз Я первый раз Сценку делала В лайфхаус И когда я В Мексику ехала Мне многие говорили Что Это будет очень больно Я буду много падать И Больно будет И Я хочу поблагодарить Бога Что Этот раз Когда я поехала Я помолилась Чтобы Мне так не больно было И только одно место Было очень большие камни Я там Поранилась Ну Я посчитала У меня 39 Было ран на ногах И Был Одно случай Я порезала руку И туда Камень залез И Я должна была Ножницами Отрезать шкуру И потом Отверткой Вытаскивать Камень От этого Значит Слава Богу Спасибо за молитву Это мой Десятый раз Когда я ездил В Мексику И наконец-то Заболела Я очень сильно Заболела У меня Почти Было 104 Моя температура Почти 104 Дошло И одна Мексиканка Мне Огромный кусок Айс Я Принесла И он Просто Таял На моих Руках Так Мне было Жалко И Просто Очень сильно Слабо Чувствовала Но Я хочу Сказать Слава Богу За эти Потому что Бог Всегда Со мной Работает И все равно Работает Слава Богу Иногда Мы люди Можем быть Очень сильно Вредны И Богу Нужно Нас Иногда Поломать Чтобы Обратно На наше Место Поставить И Я Просто Знаю Что Бог Меня Меняет Много Многие Уроки Мне Приносит Я Один раз Осталась В Хотеле И Я Начала Вспоминать Все Мои Поездки С первого Раза Когда Я Ездила И Я Вспомнила Мои Самые Первые Это Когда Мне Было 13 Лет Я На мою Первую Съездила И Я Вам Правда Скажу Что Я Туда Не За Правильные Резон Ехала Я Туда Хотела Увидеть Мексику Просто И Такос Попробовать Их И Увидеть Их Океан Я Я приехала туда, и наш самый первый хотел вообще. На полу мы спали, и с кокроучей, с теми ручками спали. И я думала себе, я больше никогда не поеду. Он говорит, куда я приехала? У нас 12 девчонок в одну комнату и зеркало, которое мы каждый день в линии стояли, чтобы посмотреть. И я просто вспомнила, когда я видела, как людей Бог трогал, их сердца, как они рыдали перед Ним, и Его чувствовали. А в ту поездку я ничего не чувствовала, и я спрашивала Бога, Бог, почему я ничего не чувствую? И Бог меня вспомнил. А ты для чего сюда приехала? Чтобы людям помогать, или эти такос пробовать? Я вспомнила. И также вторую поездку, когда я ехала, я сразу начала молиться и начала поститься тоже, потому что я хотела почувствовать то, что все другие чувствовали. Это Мексика как зараза для меня была. Два раза ездила, и не могу перестать ездить. И ездила, пока я смогу. И что я заметила, это насколько много меня Бог поменял с первого раза до сегодня. Он не все через один раз, все такое большое чудо сделал, что я домой приехала, и все начали мне говорить, Ангелина, ты так поменялась. Но со мной Бог тихонько работает. И я просто тем родителям хочу сказать, которые не опускают своих детей, мне очень сильно их жалко. Я понимаю, что вы очень сильно боитесь, что там, наверное, будут бандиты какие-то, или заболеют дети. Да, я заболела, но живая приехала. И потому что вы их не опускайте с пустыми руками, вы их опускайте с молитвами. И они как бы, когда на автобус заходят, они как бы в Божьей руках будут. И они будут растить Боги, Бог их будет менять. Я просто хочу приглашать вы все, и все, чтобы вы туда ездили, чтобы вы туда ездили, и все, что у вас есть. Я приветствую вас, братья и сестры. Я благодарю всех, кто молился за нас, кто, может быть, переживал за нас, потому что мы чувствовали ваши молитвы. Даже не всегда мы могли так сильно помолиться перед собранием, потому что такая там суета, и бывало какие-то дела у нас были. Но я благодарю за все ваши молитвы, потому что мы чувствовали охрану Божью, ограду, устройство. У нас не было каких-то серьезных проблем, и было благословение. Это я первый раз наконец-то решилась поехать в Мексику. И я не жалею. Я рада, что я была. И я думаю, что эти поездки, они позитивно влияют на молодежь, кто ездит. Оно становление личности влияет позитивно. Ты больше начинаешь видеть, в чем смысл жизни. Это не в том, что, например, деньги зарабатывать, или, может быть, какую-то дорогую крутую машину себе приобрести, или же лишь бы только все билы свои заплатить. Но в чем настоящий смысл нашей жизни? Это принести плод для Бога. Это снопы для Господа приносить, плоды, чтобы... И ты радуешься, когда видишь дело Божие, когда ты видишь, что Бог тебя где-то употребляет. И вот в этом именно смысл жизни. И я благодарю Бога, что Бог через это также напоминает нам всем, для чего мы здесь живем, на этой земле. И там мы были в некоторых таких бедных домах, в районах, и даже в дома некоторые заходили. И слаживается впечатление, что у них нет совершенно как бы даже денег, чтобы купить стройматериалы, чтобы себе дом построить. Вот если вы бы... Ну, вы, наверное, даже видели некоторые фотографии, какие у них дома. Это можно подумать, что там просто бомжи живут или какие-то пьяницы. Но на самом деле это просто бедные люди, которые никакие не пьяницы, у них просто нет денег даже купить какие-то доски или кирпичи или цемент, чтобы сделать себе дом. И некоторые дома, кажется, что они где-то на мусорке собрали какие-то куски пластиковых досок, куски фанеры, каким-то образом склепали их и, может быть, каким-то брезентом накрыли и вот так вот живут. А пола нету, просто земля. Ну, как бы у них нету сильных морозов, и им не холодно в таких домах. И вот так вот люди живут. И, конечно, они еще не так развились финансово, ну, как бы материально. Они не имеют тех условий, как мы имеем. Они не имеют всех этих, ну, то, что мы имеем, ну, как бы по плоти, вот эти благословения. Но также у них и культура не так развита, как здесь у нас. ну, и это, ну, нам говорит о том, что кому больше да, нас того Бог больше спросит. Если нам Бог дал больше, возможно, финансов, возможностей, мы можем даже в другие страны летать, они этих возможностей не имеют, как мы, то я думаю, что нас Бог больше спросит. И да благословит нас всех Господь, чтобы мы все наши ресурсы употребляли для Его Царства, для созидания Его дела. Слава Богу, что мы вообще съездили в эту поездку. Я ездил еще раз как видеосъемщик. И хочу поблагодарить Богу, что везде, где я снимал, было очень жарко. У нас было там 100 градусов, еще выше была температура. И ни разу у меня, за все съемки, у меня ни разу не пригрелась камера. У меня здесь в Вашингтоне всегда пригревается камера, когда я долго снимаю. А вот такое было для меня чудо. Я очень удивился, что ни разу не пригревалась мне камера. Это было очень удивительно для меня. И еще раз мы ехали с братом Тимати, мексиканцем, на троцке его. И у нас взорвалось переднее колесо, но, слава Богу, ничего не случилось с нами. Мы доехали, было бы лучше на шапу, поменяли колесо. И так, было бы лучше, мы съездили. Очень хорошо. Слава Богу за все. Слава Господу, друзья дорогие. А поскольку времени немного мало, мы поменьше будем свидетельствовать. Я бы хотел свидетельствовать об великом имени Господнем, потому что мы видим руку Господню в этих поездках, как Он благословляет нас, как Он хранит нас, как Он везде, где мы есть, везде мы видим эту руку Господню. Мы благодарим Вас очень сильно за Ваши молитвы, за то, что Вы молитесь о нас, за то, что Вы благословляете. И я вот поощряю Церковь нашу, благословляйте молодежь, чтобы ехали в эти поездки, потому что очень сильно видно духовные плоды после. И в итоге того, когда едет молодежь, мы духовно возрастаем, мы приближаемся к Господу. Вот. Я бы хотел оставить место Писания «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Я бы хотел сказать это для нас, американцев, которые мы здесь. Мы выехали оттуда, из этих наших стран, где мы были, но мы не видели того, что происходит в Мексике. И вот кто-то едет и видит, вот тогда начинаешь как бы понимать, видеть, и славить более Господа, что мы имеем то, что мы имеем в этой стране, благословение и слава Господу за это все. Вот. Будьте благочестивы и довольны тем, что мы имеем. Аминь. Приветствую вас, братья и сестры. Я хотела рассказать маленькое свидетельство. Это мой седьмой раз уже был в Мексику ездить. И когда столько много раз ездишь, уже как-то все кажется, как ты делаешь одно и то же и уже как-то даже думаешь, надо вообще это делать или нет. и Бог мне такую поддержку дал. На одном служении, когда уже в конце мы собирали всю аппаратуру и уже собирались уезжать, одна женщина подходит и говорит, спасибо, что вы принесли нам немножко счастья и надежды, и радости, что приехали. И я так подумала, правда, к ним никто никогда не приезжает, и они, наверное, думают, что, наверное, уже Бог их забыл, у них нет надежды, и через это они видят, что Бог не забыл про них и что Он их любит, и что Он посылает своих детей, чтобы они им помогали. Слава Богу. Прежде всего хочу сказать слава Господу. Я, наверное, скажу немножко за то, ну, это моя вторая поездка с вашей церковью, с вашей молодежью, как я попал к вам. Я нахожусь членом церкви «Дорога до Бога» в Милуаке, но так случилось год назад. Не было водителя второго. Один был, второго не было. Но он знал, что я могу ехать. Я в дороге, я в поездке, и он мне звонит. А вы можете со мной поехать в Мексику? А я говорю, как это возможно? Я же только еду на ист. Я не здесь, я в дороге. Как это? Ну, приедете, мы будем молиться, и вы приедете. И так случилось. Слава Господу. Были даже препятствия, я вам скажу, когда я возвращался домой. Но, хотя мы поздно выехали, но выехали, но выехали. И в этот раз уже, вот сестра говорила, заразилась Мексикой. И вы знаете, было время, когда я звонил Косте, я говорю, Костя, ну вы будете ехать или нет? Когда вы будете ехать? Ну, если будете ехать, скажи наперед, чтобы я приготовился, я хочу поехать еще. Вы знаете, когда приехали с поездки, прошло несколько дней, а мне здесь хочется ехать опять. Я не знаю, почему так, но, дорогие братья и сестры, я хочу поблагодарить вас и подарить вам этот стих, Писание. Это послание апостола Павла к кремлянам, первая глава, восьмой стих. Я прочитаю этот стих. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Слава Господу! Через ваши молитвы, через ваши финансы, через ваши желания вера в Иисуса Христа возвещается в мире. В данном этапе, в данном моменте в Мексике, вы знаете, когда вот первый раз я был, я не так это, скажем, ощутил, как второй раз. Я посмотрел и увидел, как написано, когда Иисус Христос смотрел на израильский народ, и он увидел его как бы народ, оуцы, которые не имеют пастыря. И мне очень жалко стало, и я хотел и молился, и просил Господа, чтобы Бог помог этим людям. Они не то, что не знают про Бога, они не то, что не знают про Иисуса Христа, они знают про Него, но их надо привести к Тему. И я хочу вас как бы ободрить и поощрить в том, чтобы вы больше и больше трудились вот в этом направлении. И я знаю, это расходы, я знаю, это время, и кто-то мне сказал, вот, когда у меня телефон не работал в неделю, ну, может, чуть-чуть меньше, и потом звонят мне друзья и говорят, ну, где ты пропал, где ты был? Почему ты не отвечал? А я говорю, в Мексике был? О, отдыхал? Я говорю, нет, на работе был. Слава Господу! И я благодарю Господа, что есть такая работа, что мы можем потрудиться, что мы можем вложить наше время, наши финансы, даже для того, чтобы наши дети выросли христианами. Да благословит вас Господь и поощрит еще больше и даст вам силы и здоровья. И еще скажу, благодарю вас всех, потому что и я был в том положении, в горизонтальном. Было такое. Вы знаете, наши сестры, наши братья, они и молились, и, потому что они боялись, ну, так получилось, что, как бы, я старшим был водителем, и они хотели, ну, вы же водитель, нам ехать домой надо, вы все, и все, что они могли сделать для меня, они то делали. Но слава Господу, Бог укрепил. И вы знаете, я вспоминаю тот вечер, когда у меня уже температура была и было служение, последнее, ну, как бы, в тот день последнее служение, это был вторник, вечер, и я не мог уже, я пошел на кровать, лег, и там, таблетки принял уже, все, и лег, лежал, вы знаете, и, как бы, немножко уснул, а потом проснулся от того, что я начал молиться. Когда я молился, и брат Костя подошел ко мне, и еще мы вместе помолились, и все, я устал с кровати и пошел, потому что надо было, народ вышел к покаянию, и надо было окружить их и молиться за них. Я благодарю Господа, что он поднял, вот тот момент, когда надо было подставить руки свои, он поднял меня, слава Господу, да благословит вас всех Господь. Брат Анатолий меня толкал в Мексику, знаете, и когда он заболел, я думал, поедет ли еще, но чувствую, поедет, слава Богу. И вы знаете, мы в заключении хотим спеть псалом, 120-й, в нашей Библии, возвожу отчима и горам, откуда приходит помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Мы его в этой только поездке разучили, еще не очень сильно, но хорошо, я думаю, споем для славы Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогая церковь, братья, сестры, молодежь, Желание моего сердца, желание моей радости, наполнения той милости, как было сказано, что обновляется когда? Подскажите мне? Каждое утро Хочу сказать словами нашего Иисуса Христа, который умер за каждого, независимо, на каком ряду мы, на первом, на середине, на последнем, независимо. Церковь, братья, молодежь, желание моего сердца сказать мир вам! Мир вашему собранию, мир вашим семьям, вашим сердцам, когда вы однажды открыли свое сердце для Господа. Знаете, я когда сидел и ждал свою очередь, я радовался за молодежь, что эта молодежь предназначена для Господа, что эта молодежь не является где-то за ковчегом Господа, не где-то ходит там, где-то в зависимости, а здесь. Знаете, когда сестра свидетельствовала, что она заболела, но жива, жива и сегодня находится, я вспомнил слова одного человека, который сказал, который спросил, какое знамение я буду иметь, чтобы пребывать в доме Господнем. Он сильно заболел, он сильно и был при смерти. Помните, кто это был человек? Да, он заболел, он знал, что уже скоро он умрет. Он знал, что то, что он имел в своей жизни, все будут совсем принадлежать его богатство совсем другим людям. Но Господь по милости своей, церковь, продлил ему на сколько лет? На целых 15 лет, какая Божья милость. Но знаете, церковь, там было одно такое печальное состояние этого человека. Когда он забыл эту милость, когда он не посчитал это за спасением, пришли к нему друзья во совсем другой страны, из грешной земли, где не знали Бога, где не знали милости, милосердия и сострадания. И он начал все показывать, все, что у него было, все, что он имел, все, что он накопил за всю жизнь. И когда потом приходит Исайя и спрашивает, что эти люди у тебя делали? Он говорит, как что делали? Все, что было, компьютер, машина, дом, все, что у меня было. И он говорит, то, что ты им показал, они заберут и унесут. Друзья, как важно помнить милость в нашей жизни, не забывать. Знаете, сегодня брат вначале упомянул о Божьей милости. Когда Божья милость обновляется, знаете, кто это сказал? И где это написано? И что написано перед той, что написано, где Божья милость обновляется? Это Еремия, он прожил, он в грязи был, он в испытаниях, в гонениях. И он ощутил эту Божью милость. И он говорит, твердо помнит, это душа моя, и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы что? Мы не исчезли. Милосердие Его что? Не истощилось. Милость обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Друзья, это написано. Плачь Ереме 3.20. Как важно помнить, знаете, как важно милость Божию ощутить, знаете. Можно в милости утонуть. Можно в милости утонуть и ощутить эту спасительную благодать. А в милости можно спастись. Друзья, знаете, когда молодежь свидетельствовала, я вспоминал свое детство, как я пришел к Господу. Я вспоминал тех людей, которые приходили и доносили в моей жизни о милосердном Господне. Меня звать Алексей. Я с Украины приехал из города Днепропетровска. Я свидетельствую о Божьей милости, когда Господь меня установил, меня в свою великую семью христианскую. Где сказано, знаешь, что вы некогда далекие стали что? Благодаря чему? Крови Иисуса Христа. Представьте, я никогда в жизни не думал, что я буду иметь здесь возможность в Америке свидетельствовать. Мне был один год, когда я родился в этом мире. Отец и мать увидели, что я нестандартный человечек, имею какие-то определенные физические недостатки, так как вы видите, называют меня нестандартным человечком. И они написали отказное письмо, отказались и сдали меня в детский дом. И откуда потом у меня открылись глаза, и где я начал задавать вопрос, кто я, для чего я, и куда, и зачем я родился, где моя мама, где мой отец. Почему? Почему здесь в этом здании, в этом детском доме многие и разные, и какие-то непонятные, покалеченные, без рук, без ног, на колясках, на костылях ползают. И думаю, зачем мне? Где моя мама? Где я? Мама, забери меня отсюда. Это было ужасно, знаете, дорога к Богу, большая дорога была, были большие испытания в моей жизни, когда я не знал Господа, не было цель жизни, когда, знаете, коротко говорят, я много раз пытался положить себе конец жизни, конец. Насколько уже в зависимости, в алкоголизм меня уже, насколько потопал, тонул, что меня не раз милиция на дороге находила, сдавали меня в отрезвитель, откачивали. Я думаю, Господи, почему так? Я не хочу жить. Зачем? У нас такая была мораль, что вы выйдете из детского дома, и вы никому не нужны будете. Вы просто никому не нужны будете. Вот вы сегодня живете одним днем. Да, я вспоминаю, знаете, эту троп-16. Старшие, наверное, знают, что такое троп-16, когда давали утром на обед, на вечер. Думаю, Господи, как бы хотелось мне бабушку иметь, которая всегда варенье будет приносить. Мы часто ждали православный праздник, когда бабушки православные принесут варенье. Как варенье, это было вкусное варенье. Но знаете, когда приходили вот эти люди с гитарами, я не понимал, о чем эти струны хотели мне сказать. Они говорили о каком-то милосердном Боге. Я думаю, нет, давай поменяемся местами с тобой. Я на месяц пойду к тебе пользоваться твоим холодильником, а ты будешь здесь находиться. И тогда осознаешь, насколько, какой велик и милостив Господь. И они, знаете, мы не можем взять вас много. Я говорю, а зачем вы приходите, смеетесь? И я благодарю, знаете, благодаря этой молодежи, благодаря тем людям, которые имеют свидетельство о своей жизни. Несмотря на то, что сколько я раз их посылал, на все буквы, которые существуют в Афавите. Но я сегодня благодарю Господа. И я благодарю и слава Господу, церковь. Слава, знаете, я просто прошу вас. Я прошу молодежи, чтобы они ценили церковь, ценили своей бабушкой, дедушкой, мамой, папой. Сколько таких обездоленных. Сколько, знаете, как самое страшное быть дважды сиротом. Дважды сиротом, это когда люди не имеют биологических родителей. И второе, когда они не знают Господа. Но насколько я благословенный, что я знаю Господа. И помните, сказали, что я отец кому? Их вдов, представляете. Это сегодня я осознаю. Я сегодня. Мне часто задают вопрос. Ну ты маме своей простил или не простил? Я говорю, ты знаешь, дорогой друг. Может быть, если я даже бы и маму имел бы, в семье был бы. То я не знаю, где я бы. На какой сцене я сегодня был. Где-то бы развлекал. Меня сегодня приглашают в разные развратные такие клубы. Я говорю, нет, Господь меня спас. И я предназначен для свидетельства. И слава Господу. Знаете, однажды спросили учителя, кто согрешил. Помните, братья? Кто? А говорят, не он и не мама. А для чего? Чтобы явилась Божья милость. Представляете, насколько великая милость. И когда я прихожу в этот детский дом, в разные приюты, где я бездоленный, я доношу. Я говорю, я был в таких обстановках, в таких обстоятельствах. Я знаю вас и хочу благословить вас. Вареньем хочу вас благословить. Благословить вас в песне христианской. Донести, чтобы вы имели спасение. Чтобы вы имели надежду в живого Господа. Церковь. Как самое главное, это ценить. И ценить. Насколько я имею благословение, знаете. А сколько таких, которые ходят в этом мире, поглощены дьяволом, знаете. В зависимости разных. Я знаю, сколько ребят, которые находятся и в тюрьмах. Я знаю, сколько ребят, которые уже покончили жизнь. Которые в зависимости. И я понимаю свое призвание детям-сиротам. Я занимаюсь служением, которое основано на книге пророка Осия 14.4. Где сказано, у тебя милосердие для сирот. И как самое главное, чтобы в моей жизни были те же самые чувствования, как и в ком. И во Христе Иисусе, нашего Спасителя, нашего Господа, Церковь. Как самое главное, это сознавать и ценить. Иметь сострадание. Иметь сострадание. Не просто кто-то, что-то. А как из меня начинается. Часто бывает, когда я прихожу в детский дом. И разные там воспитанники бывают, подходят. И разные. Я говорю, все. Это последнее. Это последний мой детский дом. Больше я не буду сюда. Это я такого не знаю. Со мной этого не было. Мне кажется. А потом я вспоминаю эти слова. Иеремия 3.20. Что твердо помнит. Душа моя. По милости Господа мы не исчезли. Я хочу прочитать одно место, где сказано. Благословен Бог. И Отец Господа нашего Иисуса Христа. По великой своей милости. Возродившие нас воскресением Иисуса Христа. Из мертвых купований. Какому? Жилому. Обратите внимание. Из мертвых купований. Жилому. Церковь. Пусть Господь благословит вас. Вашу церковь. Вашу семью. И я благодарю Господу. Церковь. У вас есть возможность просмотреть один фильм на канале YouTube. Который так и называется. У тебя милосердие для сирот. Где можно осознать, насколько я благословенный. Что я имею руки и ноги. Что я полноценный. Что я имею родственников. Бабушку, дедушку. Что я имею варенье дома. И все необходимо в моей жизни. Что я имею изобилие. А сколько таких в России. Это колоссальные статистики. Большие статистики по отношению России, Молдавии, Украины. Поверьте, много таких. И я благодарю Господа. Что пришли такие люди. И сказали про милость Божию. И Господь меня установил. И Господь мне даровал это общение с вами. Где я могу засвидетельствовать. Церковь. Времени уже недостаточно для того, чтобы говорить дальше. Но самое главное, чтобы мы помнили. И я верю, что у каждого дорога была в своей жизни. Господу. И мы это осознаем. Но самое главное, церковь. Чтобы твердо сохранить. До чего? До конца. Это самое главное. Вопрос сегодня спасения. Он сегодня открытый для каждого из нас. Потому что дьявол, он ходит и ищет хотя бы избранных сердца. Украсть и погубить. Но самое главное, наши сердца. Чтобы они были предназначены Господом. Церковь. Я хочу перед молитвой. Перед молитвой попросить брата Петра. Совместно с вами, со всеми. Чтобы вы за меня помолились. Чтобы Господь и дальше хранил. И дальше даровал мне терпение, мудрости. В дороге, в этом служении. Детям-сиротам. А также помолиться за тех сирот. Которые нуждаются в становлении Господа. И я хочу прочитать один стик, который я так и написал. У тебя милосердие для сирот. С вашего разрешения. За что же жизнь меня так наказала? Что плохого сделал я тогда? Когда в детдом родители отдали. Мне весь сего-то было год. И я все детство провел в детском доме. Где нет ни ласки, ни тепла, любви. В холодных стенах лишь одни сироты. И воспитатели бездушные они. Зачем же мать меня тогда родила? Ты не бросила б меня. Кому нужны такие без наследства? Я не могу так больше жить. Без сердца доброго на свете, которое так не хватает мне. О, Господи, пошли людей, ты милосердных, добрых мне. Которые могли бы дать свое сердце хоть на миг. И вижу я чужих детей, счастливых с мамой, что видят только радость и любовь. И думаю, а чем же я ей хуже? И почему живу сиротой? Нет ничего больнее на этом свете, чем иметь взгляд ребенка сироты. В моих глазах разбитая судьба. И каждый день один и тот вопрос. Вопрос сердечный, мамочка, где ты? Я прячу взгляд, мне стыдно, горько, жалко. Чем виноват я в этом мире, что папы и мамы нет у меня? Безумный мир и брошенные дети. Куда летят? Куда несутся люди? Вся красота, все золото на свете. Не стоит и слезинки сироты. Не оставляйте без милосердия, вы сирот. Как радует их ваша доброта, любовь, чужое детство, благословение лишь у вас. Ведь у тебя есть милосердие для сирот. Слава Господу, церковь. Слава Господа. Еще так сказано, а у Господа Бога нашего милосердие и что? И прощение. Насколько милость в этом заложена в крови Иисуса Христа. Когда однажды была пролита церковь. Желание моего сердца в знак взаимности, в знак благодарности попросить, чтобы брат Петр со всеми братьями помолились за меня со всеми вами. Слава Господу. Давайте помочь. Иди ближе сюда. Давайте встанем на наши ноги, братья и сестры. Это человек, это бессмертная душа. Хочет внимания, нежности, ласки. Хочет, чтобы его любили. Каждый, это человек. Будьте внимательны к таким людям. Я, когда он пришел, ну я в моем таком взгляде, думаю, ну, мальчик, пацанчик. А у нее спрашивают, сколько же тебе лет? Как вы думаете, сколько? А? Двадцать? Около тридцати, он сказал. Живет на земле, славит Бога, как и мы. Ожидает Царство Небесное. Там всякие люди будут. Давайте благословим Алексея, чтобы он никогда не унывал. Никогда. Всегда в трудный час они и в него бывают. Надеялся на Бога. Гости из Федерал Вэй, пожалуйста, проходите. Алексей очень ценную мысль сказал. Пока вы выходите, я скажу. Гости из Федерал Вэй, пожалуйста. Ценная мысль была в том, что кому-то есть чем похвалиться, кому-то нечем. У языки было чем хвалиться. И все потерял. Чем хвалился, все потерял. И поэтому очень важный месседж сегодня от Господа. Хвалящийся, хвались Господом. Если у тебя есть желание хвалиться Господом, хвались. Сейчас будет материальное служение во время этого пения. И еще Мария из Украины расскажет стих и третья проповедь. Дорогая церковь, дорогая молодежь, я очень рада за вас. Мое сердце радуется. Мы с вами в унисон. Два года мы ездили на миссионерскую поездку в Индию с семьей. И для нас так все это близко к сердцу. Пусть Бог благословит вас. Благодарим Бога за то, что ваша церковь есть живая церковь, которая трудится для Бога, которую Бог поднимает, и мы что-то делаем для Бога. Мы песню выбирали вчера. И выбрали «Буду Бога хвалить, доколе жил». Слава Богу. Молите за нас. Молите за нас. Буду Бога хвалить, доколе жил. Буду Господу петь, доколе есть. Божьей милости я не заслужил. Об ответ на любовь и сеться петь. На людей не надейся никогда. Самых сильных из них спасения нет. Если есть у тебя сейчас нужда, Прямо к Богу идти, Он даст ответ. Как блажен тот, кому помощник Бог, У кого вся надежда на Него, Кто-то в дальнебеса и землю смог Не оставить своих ни одного. Как блажен тот, кому помощник Бог, У кого вся надежда на Него, Кто-то в дальнебеса и землю смог Не оставить своих ни одного. Завеливий, милостейный царь, Будет царствовать вечно в род и род. Аллилуйя, душа моя, воскресай, За царя своего его народ. Буду Бога хвалить, доколе жил. Буду Господу петь, доколе есть. Божьей милости я не заслужил, А в ответ на любовь и сердце петь. Как блажен тот, кому помощник Бог, У кого вся надежда на Него, Кто-то в дальнебеса и землю смог Не оставить своих ни одного. Как блажен тот, кому помощник Бог, У кого вся надежда на Него, Кто-то в дальнебеса и землю смог Не оставить своих ни одного. Как блажен тот, кому помощник Бог, У кого вся надежда на Него, Кто-то в дальнебеса и землю смог Не оставить своих ни одного. Как блажен тот, кому помощник Бог, У кого вся надежда на Него, Кто-то в дальнебеса и землю смог Не оставить своих ни одного. Слава Богу! Слава Богу! Дякую за друзів, які є серед вас. Слава Богу! Слава Богу! Люди до счастья не могут. Куда обращаться за Ним? И я обращаюсь к Богу. Но где же и Он невидим? Иду я в красивое здание, Где золото много блестит. О, как там красиво, роскошно, Свечей как-то много горит. Там Бог не один вседержитель, Их много не счет на святых. Пред ними скадилом служитель В блестящих одеждах своих. Стою я там и молюсь. О, Господи, сними бремя с души моей, Сделай душу ты мою свободной, Своей любовью согрей. И вот окончание служения, Я тяжести, скорби полна, Душе, не найдя утешения, С печалью домой я пришла. И стала я мир ненавидеть, С презрением гляжу я на свет, А мысли роятся, А мысли пугают. Ах, Бога, наверное, нет. Но вдруг услыхала я вести, Что где-то есть церковь жива, И для любопытства, Лишь только, поверьте, Немедля туда я пошла. И что же я слышу о Боге? Что Он есть Творец наш живой, И Дух Его дышит, где хочет, Христос наш ходатай святой. Пришел Он на грешную землю, На крест пригвожден был за нас, Омыл нас причистою кровью, От гибели души нам спас. Тогда я поняла, Что я блуждала в обмане позора и греха, В тот день спасенья возжаждала Усталая душа моя. Но что же случилось со мною, Я не могла тогда понять Своей измученной душою, И не могла я слез унять. И вдруг, о чудо, удивление, Сей тяжести не стало той, И мир, покой, успокоенье Мне дал Спаситель чудный мой. Друзья, придите, Всех зовет Христос, Наш Господь и наш Творец, А если изовсей оттолкнете, Вас ждет ужаснейший конец. Итак, пока еще есть время, Придите все к Его ногам, Сложите все грехи и бремя, И так свободно будет вам. Аминь. Дорогие братья и сестры, Дорогая Церковь, Я всех вас приветствую, Любовью Господа нашего Иисуса Христа, Мир вам! Я вместе с вами хочу сказать слава Богу. Сегодня Бог даровал для меня эту возможность Быть среди вас в собрании святых, Народа Божьего, Которые служат и поклоняются Богу Живому. В 2011 году я был у вас, Сегодня я второй раз. Гляжу в зал, Вижу знакомые лица. Было время, Когда мы имели общение там, Где я проживаю, В России, Северный Кавказ, Кубань, Карьер. Но я хочу сказать, Я родился в Западной Украине, 28 лет там прожил. В основное время я живу в России И несу пресвитерское служение Уже более 25 лет. И радуюсь в том, Что я сегодня могу иметь Общение в одном духе Перед нашим Богом. Служение, которое сегодня Здесь мы имеем И свидетельство, Которое я сегодня услышал, Для меня это было очень ценно. Я слышал о Мексике, Но совсем мало. Сегодня услышал очень много. К сожалению моему, Я мало слышал о людях, Которые также находятся В обществе, Которых называют Нестандартными людьми. К сожалению моему. Братья и сестры, Но сегодня мы имеем Одно желание, Одну цель. Служить Богу. Поклоняться Ему. Наше жительство на небесах, Так Слово Господне говорит, Но сегодня этот путь Мы проходим. Я хочу сказать, Что сегодня, Проживая там в России, И мне особо нечем хвалиться. Сегодня такие красочные Были у нас свидетельства. Да, там протекает жизнь, Да, там служат Богу, Грешники каются, Но оно как-то более буднично. Мы привыкли к свободе, Привыкли к достатку, Привыкли к тому, Что мы имеем Тихое мирное небо. Но я напоминаю, Наша цель И наше жительство На небесах. Я прочитаю Слово Божье, И немножко порассуждаем, И мы будем молиться. Это Евангелие От Матфея. Здесь есть такое слово, Которое написано, 27 глава, И мы читаем С 38 стиха. Я для сокращения времени Беру контекст. И эта глава повествует О нашем Господе, О нашем Иисусе Христе, Который был распят, Воскрес И вновь Градет. Об этом Иисусе Нам хочется говорить Постоянно. О нашем Спасителе Мы хочем говорить И возвещать людям, Которые еще не примирились С Богом, Потому что это наша жизнь. Читаю. 27 глава Евангелия от Матфея С 38 стиха. Тогда распяты с ним Два разбойника, Один по правую сторону, А другой по левую. Проходящие же Злословили его, Кивая головами своими, И говоря, Разрушающий храм И в три дня созидающий, Спаси себя самого, Если ты Сын Божий, Сойди со Христа. Подобно Перевосвященники С книжниками И старейшинами И фарисеями Насмехаясь, Говорили, Других спасал, А себя самого Не может спасти, Если он царь Израилев, Пусть теперь Сойдет с креста И уверуем в него. Уповал на Бога, Пусть теперь Избавит его, Если он угоден ему, Ибо он сказал, Я Божий Сын. Так же и разбойники, Распятые с ним, Поносили его. И я пропускаю Несколько стишков И читаю 54 стих. Сотник же, И те, которые с ним Стерегли Иисуса, Видя землетрясение, И все бывшее, Устрашились весьма И говорили, Воистину, Он был Сын Божий. Там были так же И смотрели издали Многие женщины, Которые следовали За Иисусом Из Галилеи, Служа Ему. Бог живет на небесах, Во святилище И сокрушенных, Смиренных Духом. Слава Богу! Бог среди нас. Тот, который на высоте небес, Который восседает над кругом земли, Он сегодня видит нас на этом месте. Вспоминая, Когда наш Иисус Спаситель Ходил по этой земле И за Ним следовало множество народа. И мы можем представить, Мы читаем повествование О Нагорной проповеди, Где наш Спаситель, Восседая там на склоне горы, А у подножья множество людей, Приходили услышать Слово Благое. И я хочу подчеркнуть, Он не говорил так, Как книжники и фарисеи, А Слово Божье говорит, Как власть имеющей. И вот однажды, Когда Он говорил, Когда Он проповедовал, Подходит одна женщина к Нему И говорит, Блаженно чрево, Носившее тебя, И сосцы, питавшие тебя, И Спаситель отвечает, Блаженны слышащие И исполняющие, И исполняющие Слово Мое. Братья и сестры, Я хочу подчеркнуть, Я полагаю, И даже более чем уверен, Что мы блаженны люди. Блаженство – Это наивысшая форма счастья. Быть спасенным, Слышать голос Божий, И быть исполнителями Слова Его. И вот оканчивается Миссия Иисуса Христа На этой земле. Многие люди, Которые ходили за Ним, Они получили исцеление, Освободились от злых духов, Увечные ходили, Хромые прыгали И прославляли Бога, Слепые прозревали, Немые слышали, И вот пришло время, Когда наш Спаситель Иисус Христос Вошел в Иерусалим. Об этом он говорил своим ученикам И возвещал, Что нужно будет Сыну Человеческому Прийти в Иерусалим И там быть преданным В руки грешников И быть распятым. И Петр, пылкий ученик Иисуса Христа, Говорит ему, Будь милостив К себе, Господи. Потому что он услышал В словах Спасителя Эту трагическую кончину На этой земле. Но тот, Который оставил Славу неба, Тот, который Оставил Хоры ангелов, Он знал Своё предназначение. И забегая наперёд, Вспоминаем эту картину, Когда наш Спаситель Иисус Христос Там, в Гевсимании, Под покровом Гевсиманского сада, Где он отошёл На вержение камня, То есть на бросок камня От учеников своих И пал на лице своё И молился Отцу своему небесному. И Слово Божье повествует, Что пот его Был Как капли Крови. Я никогда не видел Такого пота. Иисус Христос Был В Борении. И там, Будучи Сыном Божьим, Как Слово Божье говорит, Что Он, Будучи Образом Божьим, Сыном Божьим, Не почитал Это захищение. Но Он Жил Себя до смерти И смерти крестной. И там, Обращаясь к Отцу Своему, Отче, Если возможно, Доминует чаша сия Меня, Впрочем, Не как Я хочу, А как Ты, Отче. И Слово Божье нам говорит, И услышан был За Своё Благоговение. Это отдельная тема. Дорогие друзья, Но мы далее идём, И мы видим, Что у нас Спаситель Иисус Христос, Который был распят на древе. И этот крест возвышался Над этим холмом. И там у подножья Этой возвышенности Стояли люди. Стояли множество людей. Римская касть Предполагала тому, Чтобы это было наглядно И поучительно для многих. Там были собраны люди Разного сословия. Там были простые рыбаки. Там были вельможи. Там были священники, Перевосвященники, Фарисеи, Книжники. Кого там только не было. И все смотрели. И каждый делал свою оценку. Каждый имел свои комментарии. Других спасал, Пусть спасёт самого себя, Если он Сын Божий. Священники, Которые знали закон И учили народ, Насмехались над ним. Братья и сёстры, Читаем. Что воины, Которые стояли на страже Государственности Рима, Это жестокие люди, Которые пригвоздили Спасителя ко Христу. И когда они увидели Землетрясение, Когда они увидели эту тьму, И когда они увидели Анца Божьего, Распятого, Они сказали, Воистину, Сей человек Был Сын Божий. Братья и сёстры, Я ещё хочу Одну группу людей Подметить в этом месте Писания. Читаем. И женщины стояли там, Издали, Которые следовали За Иисусом Христом, Которые видели Его, Которые слышали Слово Его благое, Которые получили Также И исцеление, Они стояли там И плакали. Братья и сёстры, Я всем советую нам Прийти домой И ещё раз Прочитать это место Писания, Проанализировав его Построчно, По пунктам. В минуты печали, В минуты уныния И душевного стона Я часто читаю это место. Вроде бы верующие люди, да? Предполагают блаженство И счастье, И радость в этой жизни. Но часто плачем, Нет, братья и сёстры? Или не плачем? Плачем. Вы знаете, Когда случается так, Что я подмечаю, Что я давно плакал, И вспоминаю Строки Одного из русских классиков, да? И верится, И плачется, И так Легко Легко Братья и сёстры, Я не могу за многих сказать, Но мне хочется Плакать перед Богом. И Бог это делает часто. Часто. И вот именно в те минуты, Когда скорбь, Когда печаль, Когда кажется, Господи, Уже для меня ничего не надо. Я хочу в небо. Как Илья под межевеловой кустом Там спрятался. И тогда мне голос говорит, Взгляни на Голгофу. И встан позицию не ту, Где стояли священники, Первосвященники, Книжники, Фарисеи. Я уже за разбойника ничего не говорю. Я же не разбойник. А я хочу стоять в той позиции, Где стояли женщины. Издали. И смотрели на Иисуса Христа. Братья и сёстры, Я заканчиваю. Я подал мысль, А вы порассуждаете. Поэтому я предлагаю сегодня, Кто переживает трудности, Или давно плакал перед Богом, Или, может, уже и не волнует нас, Ни жизнь вечная, Ни ад. Всё равно. Я общаюсь с одним человеком, Который был когда-то верующий, Семьеверующий. А он говорит, Да, Мне ничего не интересно. Это печальная ситуация. Поэтому я предлагаю, В минуты печали, В минуты уныния, Душевного стона, Взгляни на Голгофу, Братья и сёстры. Пойдём туда, На Голгофу, Где нам Бог дал жизнь, Дал утешение. Дорогие, Я сказал вначале, Что я проживаю там, На Кавказе, На Кубани. Я с того места, Из той церкви, Может, вы слышали, Где сгорел молитвенный дом. 22 мая Там случилась для нас такая утрата, Где дом молитвы сгорел полностью. И что-то оттуда спасти Мы ничего не смогли. Официальная причина возгорания Это короткое замыкание электропроводки. Предохранитель не успел сработать. Когда произошло задымление, Пластик, Подвесной потолок, И потому что возгорание было на чердаке, В труднодоступном месте, Покуда-то достались пожарные, Оно сгорело. Была задача, Чтобы сохранить близ принадлежащие помещения, Складские помещения. Поэтому я хочу немножко засвидетельствовать. Когда я слышал подобные происшествия у верующих, Знаю, на Украине сгорел молитвенный дом, Таким же подобным образом. Замкнула проводка. Там, где-то произошло. И казалось, Это нас никогда не коснется. Неправильно что-то сделали. Даже какое-то было осуждение. Но когда это произошло в нас, И вроде бы, Господи, Все было правильно сделано. Был произведен ремонт. Была произведена полностью замена проводки. И все сделало правильно. Но произошло то, Что произошло. И когда мы тушили это помещение, Подъехали пожарные машины, Братья собрались, Выносили. Ну я уже вроде бы в возрасте, Я такой тонкий на слезы. Но молодые братья, Уже сильные, Они выносили там, Что могли вынести. Предметы из священнодействия, Там стулья, документы. Я видел их не слезы. Они все плакали. Я видел там наших сестер, Которые собрались без команды. Они там вопияли к Богу. И когда это все завершилось, Пожарные уехали, Мы там собрались под навесом, И мы там молились. Я хочу сказать, Мы там молились, Как когда-то 25-30 лет назад мы молились. Вот там мы плакали. Мы все плакали. И мы почувствовали, Что мы потеряли дорогое. Дом молитвы построили еще в советские времена. Мы в нем собирались 23 года. Он для нас был уютный, компактный. Конечно, уже было маловато места. Помышляли о новом строительстве. Но не были определенные сроки, Места не было. Но сегодня мы, По милости Божьей, Имеем возможность собираться под навесом. Мы его утеплили, Мы его облагородили. Вот. И старые скамейки, Которые мы пользовались когда-то, Мы на них там сейчас сидим. То есть служение продолжается. И для нас всех, Членов церкви, Какой-то произошел толчок. Люди стали идти на собрания. И стали идти заблаговременно. Если приходили без 10, без 15, Полчаса, за 40 минут. Они в собрании. Поэтому я вижу в этом Какой-то промысел Божий. Хотя до конца я этого не понимаю, Почему это произошло. Но факт тот, Что сегодня мы строим молитвенный дом. Мне позвонили вчера. Уже выложили первый этаж. В понедельник будет перекрывать плиты. И буду делать дальше. Поэтому, братья и сестры, Особенно те, С которыми мы вместе трудились в церкви, Я прошу ваших молитв. Я прошу вашей поддержки для нас. Поэтому мы помолимся. И также в наших молитвенных словах Вы вспомните о нашей церкви. Аминь. Будем молиться. Неветшающие сокровища, Не оскудевающие на небесах, Куда вор не приближается, Где моль не съедает, Ибо где сокровища ваши, Там и сердце ваше будет. Знаете, братья и сестры, Я думаю, каждый из нас помнит, Не очень часто нам приходилось Продавать наше имение, Чтобы сделать милостыню. Давайте подумаем, Было ли в жизни, Когда-то исполнили мы этот стих Христов, Чтобы у нас уже не было чего дать, Нам пришлось что-то свое продать, Чтобы сделать милостыню там, Где ее надо сделать. Наверное, не часто. Вы знаете, сегодня у нас братья в гостях, Сегодня много гостей. Вот, брат Алексей, Который сирота, Вырос в детдоме, И сейчас помогает таким же самым. Мы знаем, что Бог, Отец сирот и вдов, И об этом много раз напоминаем. Но мы являемся братья и сестры, Этих же сирот и вдов, Которых является в наш Бог Отцом. Так же сам брат с России. Знаете, в России не так уж много молитвенных домов. И те, которые есть немного, И те почему-то, Вот видите, вот такой случай. Для меня очень печально. Брат рассказывал, Мне очень жалко было. Я представляю, что в этом доме Каялись люди, Приходили ко Христу, Там венчались молодые, Там благословляли детей, А в одно время этого не стало. Поэтому они и плакали. И вы знаете, брат говорит, Что Господь через это их пробудил, Стали чаще ходить в собрания. Я хочу, чтобы обратиться всем тем, Кто пропускает, И это у вас есть привычки, После обеда сидеть дома, Отдыхать, не приходить в служение. Сегодня время пробудиться, И не пропускать служения. Не хочу, чтобы что-то подобного Случалось у нас. Но вы знаете, Иногда Господу надо как-то нас пробудить. Но сейчас давайте мы сделаем то, Что мы читали милостыню, И милостыню на небесах. Брат Петр говорит мне, Скажи так, чтобы мы сделали побольше сбор, Потому что очень серьезные нужды. И вы знаете, действительно правда. Давайте сделаем это от сердца, От души, как для Господа. Пускай Господь благословит нас в этом. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok Испомню Его, и прославлю Его, Господь вовремя, посвящу Его, И явлю Его, спасение, спасение. Прекрасный псалом Хорист Исперий. Но, знаете, вот для рассуждения, я получаю много сигналов таких, и говорят, как мы в церкви стали мало петь. То хор, то группы, то это. И я вот думаю, вот последний псалом, когда мы в церкви будем, вот хочу и регентов, все хористы, чтобы знали, мы будем петь общим пением. Я думаю, нормально, мы разучились петь с пением на устах, мы должны, мы славить, не только хор должен, церковь должна воспевать Кресту. Вот в заключение мы должны все, вообще это так и поставлено в церквях, церковь вся поет. Согласны, братья и сестры? Мы должны петь обязательно. Я сейчас представлю новых членов. Пожалуйста, где вы есть новые члены, пройдите на платформу. Проходите, сестра Лида. Вы можете сказать что-нибудь о себе? Очень волнуюсь, говорит. Ну хорошо, я за нее скажу. Они уже порядочно живут в Америке. Сейчас поселились здесь, возле нашей церкви, недалеко совсем. И вот решили вступить в нашу церковь. Мы встретились со сестрой Лида, ее Лида звать. Восемь деток у вас, да? Восемь деток у нее. Вот, муж есть, но со временем будет тоже ходить. Значит, мы так беседовали, братья, с ней знакомились. Любит Господа с Украины, Черкасская область, да? Вот. И хочет быть членом, очень нравится ей у нас. И хочет стать членом нашей церкви. Она такого же учения, как и мы, крещена Духом Святым. Что вы скажете, братья и сестры? Принять. Да, слава Богу. Я думаю, кто такие мы, что мы можем воспрепятствовать кому-то, прийти в церковь и не иметь спасения? Это церковь Иисуса Христа. Если люди заключили завет с Богом, они имеют право и должны иметь его в церкви для спасения. Давайте мы благословим молитвою сестру Лиду. Проповедь была такая хорошая. Христос тоже сказал, блаженны плачущие. Кто плакать умеет? О, кто бы дал моим глазам слезы? Я плакал бы день и ночь о поражении черри и Иерусалима. Плакал бы. И вы знаете, как важно это действительно так Бог человека устроил. Когда человек поплачет, посокрушает свое сердце, на душе легче. Приходят грешники и каются, в грехах исповедуются. Ой, что же я раньше этого не сделал, не сделала так легко на душе. Не я прощаю, Христос прощает. А человек пришел с сокрушенным сердцем. И Божий дар прощения получили. Слава Богу, братья и сестры. Будем плакать, когда надо. Христос когда-то сказал, плачьте о себе и о детях ваших. Это нужно, процесс необходим для живущего под солнцем. Пусть нас Бог благословит. Закончим собрание наше. Вот здесь очень много записочек. За все их помолимся и в руки Господни отдадим. Молимся Богу. Аллилуйя. Тебе слава. Субтитры создавал DimaTorzok